В гостинице Ямбург Татьяна Сазонова впервые оказалась в 2010 году, когда в свои 19 устроилась сюда горничной. Сегодня она гостья и идет мимо номеров уже на свое интервью, в лучшие апартаменты, находясь в наилучшем положении. Гостиница проработала два с половиной года, далее была возможность пройти собеседование, также в управление связи и трудоустроилась телефонистом второго разряда. Поступило приглашение попробовать поработать в приемной у заместителя генерального директора и осталась в этой же приемной на 8 лет. В 2022 году перешла в приемную генерального директора. Правила организации пространства в гостиничном номере Татьяна помнит хорошо, Но сегодня шторы ей можно не поправлять, а еще можно взять с полки книгу. Символично это Пушкин и история создания романа Евгения Онегин. С образом Татьяны Лариной нашу героиню мало что объединяет, разве что романтичность и мечтательность. Татьяна Сазонова предпочитает книги по психологии, поддерживает общественные инициативы и постоянно повышает профессиональные компетенции. Это и личные, и деловые качества, это пунктуальность, быстрая обучаемость, принятие каких-то важных скорых решений, срочных вопросов. Ее график четко распланирован. Подготовка рабочего места, организация встреч, исполнение поручений, прием корреспонденций, телефонные звонки, ведение рабочего календаря. Сильные стороны референта, грамотное распределение дел и расстановка задач по приоритетам. В этом Татьяне помогли юридические знания и диплом экономиста. Как-то всегда ближе была математика, но в силу того, что 10-11 класс у меня были кадетские классы милиции, все-таки думала, что юридическое направление, оно мое. Я изначально начала учиться на юриста здесь, в Курганском государственном университете, поняла, что не мое. Два курса отучилась, сложила благополучно все дела, и потом уже восстановилась. Грубо говоря, с первого курса заново, уже в государственном университете, в городе Курган. Многозадачность для Татьяны Сазоновой – дело привычное. В телефонной звонке она легко совмещает с электронным документооборотом. На рабочем месте это приветливая, дальновидная, собранная помощница руководителя. А в составе Совета молодежи – веселая, общительная и творческая девушка. Походы в поулинг, турнир личный, дарт, и также, к примеру, это благотворительный марафон. Если есть возможность, немного свободно по времени, стараюсь принять участие, где-то оказать помощь, содействие. В личном активе – молодежный форум «8-бит», где Татьяна в составе ямбургской команды защищала проект по благоустройству Нового Уренгоя. Плюс интеллектуальные соревнования, поездка на игру «Что, где, когда» в Ноябрьск и онлайн-игра среди дочерних компаний «Газпрома». Жизнь общественная способствует саморазвитию, жизнь личная дарит много путешествий. Со своим мужем Татьяна познакомилась в Татьянин день, и уже вместе они начали знакомиться с новыми странами. Плавали в Андаманском и Средиземном морях, в Индийском океане, а скоро Татьяну ждет новое погружение – в материнство. Юлия Надрага, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой.